добрый день дорогие друзья с вами Ольга Кирк с кем мы не знакомы по-моему мы знакомы сегодня со всеми организатор и создатель клуба self-improvement все для того чтобы мы с вами встречались общались что-то узнавали новое обучались получали очень классные полезные навыки все для того чтобы были жили с вами здоровый насыщенный полноценной жизнью снимая стрессы болезни и как результат быть счастливыми мы уже встречались с Владимиром Гуревичем по поводу как укрепить иммунитет естественным способом продолжая эту тему сегодня мы будем говорить именно о физических нагрузках потому что и на наших ретритах и вообще везде я смотрю что движение это жизнь конечно и энергия и как вот и но самое интересное что не все понимают в том числе я как все-таки различить какие физические нагрузки полагаются одному человеку мы все очень разные какие-то хорошие там например кардио или весовые одному человеку какие-то спокойные йога дыхание другому то есть вот в этом мы во всем будем разбираться но сначала с вашего позволения я бы хотела представить Владимира Гуевича кто еще пока с нами не был кто еще пока знаком Владимир одновременно работает клиническим консультантом физиотерапевтического центра Health Point Physiotherapy и старшим научным сотрудником научно-исследовательского отдела в компании CSL, правильно я говорю, где занимается изучением методов иммуноглобулина и альбулина результаты его научных исследований были опубликованы в таких журналах как Journal of Immuno Essay and Immuno Chemistry, Biologicals, Infection and Immunity, British Journal of Pharmacology и других и доложены на австралийских и международных конференциях поэтому у Владимира большой опыт много знаний и он готов с нами сегодня поделиться Владимир еще раз очень добрый вечер вам слово спасибо Оля но как сказал герой фильма Москва слезам не верит какой-то я даже очень замечательный получился конечно значит в первую очередь мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить нашу замечательную ведущую Ольгу Кирк потому что это только благодаря ее энтузиазму ее высокому профессионализму это не комплименты это просто именно мой взгляд на ее профессиональную деятельность благодаря ей мы имеем возможность общаться вот на различных вебинарах семинарах потому что это колоссальный труд который стоит он остается невидимым но он стоит как бы за кадром или за пределами это этих наших вебинаров но он титанический труд который требует огромных усилий спасибо Оля и нам очень приятно сотрудничать с вами и поддерживать это сотрудничество мы будем на различных наших направлениях касающихся вопросов и физической активности и питания и других профилактических мер которые необходимы нам для того чтобы правильно строить свой лайфстайл свой образ жизни сегодня мы поговорим немножко более подробно о роли физической нагрузки в поддержании нашего здоровья в прошлом семинаре мы как бы коснулись таких общих моментов то есть мы немножко их так возобновим нашей памяти когда начнем наш семинар почему потому что мы знаем что повторение бывает очень полезным но мы сейчас уже дадим этому немножко другую направленность в прошлый раз поскольку я сразу об этом это говорил что в силу того что большое количество материала который мы хотели рассмотреть оно если бы мы использовали на какие-то наглядные слайды оно бы очень загромостило и в течение тестовой презентации нам было бы нереально охватить этот материал поскольку сегодня у нас уже как бы идет более целенаправленное то мы посмотрим определенные слайды которые помогут нам больше понять то о чем мы что мы будем обсуждать в нашем сегодняшнем вебинаре оль может быть тогда мы включим нашу презентацию да еще организационный вопрос друзья мои если у вас есть вопросы по ходу нашей презентации вы пожалуйста ставьте реакцию руку или пишите пожалуйста комментарии мы хотим чтобы у нас был такой интерактивный разговор вместе с вами поэтому не стесняйтесь пишите потому что может быть вдруг она вылетит потом в конце тоже будут вопросы ответы но чтобы у вас не вылетел ваш насущный вопрос вы можете сразу задавать его по ходу поэтому так приступаем к презентации правильно я говорю что да да я думаю что если кто-то подключится по ходу мы сможем всегда как бы это аккомодировать так видно ли да я вижу очень хорошо да видно Оля отлично спасибо Оль единственное что это у меня или у вас там нужно нажать на год иконку вот это для чего это на что что и довезется запись потому что она у меня блокирует то что я вижу на экране а поняла вот так да нет у меня она остается может это мою это у вас у меня нет а все да это у меня оказывается все прекрасно да значит мы назвали наш семинар и надо сразу же сказать что это прекрасное название которое нам очень понравилось предложила Оля потому что она отошла немножко от сухих таких сдержанных определений типа как роль физической нагрузки или влияние физической нагрузки на там те или иные процессы мы решили назвать семинар как Оля предложила лежать стоять или бежать немножко и я изменил как бы иерархию этих слов их последовательность потому что мы как бы идем более таком упорядоченном варианте лежать стоять или бежать влияние физической нагрузки на состояние здоровья Оль давайте следующий слайд значит здесь мы немножко оговорим те моменты прежде чем мы приступим к осуждению которые были как бы рассмотрены в общих чертах на предыдущем вебинаре то есть на предыдущем вебинаре мы четко определили что есть факторы которые влияют наибольшее наиболее значимо на состояние нашего здоровья к их числу относится правильное питание или выбранная нами диета это обязательное участие физической активности и использование солнечной инсоляции или попросту пребывание на солнце которое является очень таким как в английском называем контравершу или противоречивым аспектом и служит предметом дебатов и на профессиональном уровне я имею ввиду и в научных и в клинических кругах почему потому что взгляд на использование солнечной инсоляции остается довольно таки мы не можем прийти вернее не удается прийти к полному консенсусу поэтому в последующих наших семинарах мы как бы остановимся более подробно на вот этих вопросах которые касаются нашего правильного питания солнечной инсоляции а сегодня мы сконцентрируемся больше на физической активности солнце воздух и вода наши лучшие друзья помните именно так и есть и поэтому если мы будем придерживаться вот этого вот этого направления нам будет гораздо проще следить за своим состоянием помимо этого конечно и другие факторы могут иметь очень существенное значение здесь и гигиена сна и мы знаем там по вопросам чтобы проветривать комнату перед сном и там создавать оптимальную температуру и что спать лучше в холодной температуре при под теплым одеялом что не всегда возможно в Австралии если только не включать кондиционеры на полную мощность но тем не менее это гигиена сна если мы ее упростим она может свестись к двум основным моментам чтобы сон наш был достаточным и адекватным не просто спать необходимое количество часов но чтобы спать так чтобы наш организм получал отдых надо стараться конечно избегать стресса необходимо пить нужное количество различных луидов не только воды здесь могут быть и смуси и фруктовые овощные соки и чайки естественно но не кофеин содержащие напитки почему потому что кофеин содержащие напитки они хоть и являются флуидами по своему как бы физическому состоянию но они способствуют дегидратации то есть если мы выпиваем чашку кофе нам желательно выпить хотя бы одну а лучше две чашки воды для того чтобы компенсировать ту дегидратацию которую мы с этим получаем то что нам обязательно необходима гигиена помещений световой режим потому что мы знаем что световой режим непосредственно влияет на нашу эндокринную систему на обработку серотонина мелатонина вентиляция необходимая температура влажность то есть это все как бы существенные обстоятельства ну естественно личная гигиена здесь очень существенным обстоятельством является то что хорошо использовать вот именно натуральные а лучше органик продукты которые касаются и одежды и косметики и парфюмерии и средств там личной гигиены которые у нас используются и средства для ухода за кожей поэтому конечно это тоже существенное существенное обстоятельство которое нужно учитывать необходимо у нас есть вопрос а дикав можно считать считается не считается да 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 дикофеиновые чаи и дикофеиновые кофе их можно относить к числу вот этих вот флуидов но опять же это дикофеиновые чаи это очень хорошо потому что что касается там вот этих всех herbal teas там и peppermint и это может быть chamomile и какие угодно это да но дикофеиновое дикофенейтед кофе это может быть не самая лучшая альтернатива ну если для кофеманов которые не хотят как бы больше кофеина это приемлемое 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 и конечно наши вредные привычки естественно этот список можно продолжать наверное неограниченно и мы можем весь вечер об этом говорить но что нам нужно избегать курения переедания там стараться концентрироваться на позитиве не на негативе это все очень существенно но тем не менее мы как бы должны выделять более значимые факторы и как бы дополнительные то что мы говорим main and support то есть основные и дополнительные факторы и конечно вот эти три основные они являются в значительной мере основополагающими то есть остальные только могут их поддерживать давайте следующий слайд в следующем слайде я скажу о том как один из очень известных авторитетов в сфере здорового образа жизни Кевин Кэмпбелл он написал книгу китайское исследование The China Study и вот это The China Study она поначалу была воспринята очень так скептически многими издателями потому что они говорили что эта книга не имеет никаких кулинарных рецептов и ее раскупаться не будет в конце концов одно маленькое издательство по-моему в Техасе согласилось ее издать и тиражом пять тысяч экземпляров через короткое время буквально через несколько месяцев она разошлась в пятьсот тысяч экземпляров а сейчас она то есть это реальный бестселлер и Кевин Кэмпбелл он его написал вместе со своим сыном Томасом Кэмпбеллом который тоже является хорошим специалистом он врач Кевин Кэмпбелл сам он просто ученый но именно ученый который в течение многих лет занимался вопросами вот исследований в Китае где совершенно прекрасная была эпидемиологическая ситуация в том смысле чтобы проследить как отдельные факторы могут влиять на состояние здоровья я думаю что мы об этой книге будем еще не раз говорить потому что она представляет собой самый непосредственный интерес а сейчас я просто подчеркну то что он сравнил вот эти три фактора то есть правильное питание диета или диета физическая нагрузка и пребывание на солнце он как бы их назвал своего рода симфонией для здоровья или такое его выражение как он сказал it works as a symphony и здесь именно вот этот именно синергизм влияния то что каждый отдельный фактор из этих трех он сам по себе очень существенный но при их взаимодействии мы наблюдаем синергический эффект то есть усиление при их взаимодействии и что здесь важно сказать что я когда в прошлый раз говорил я говорил что скажем если симфоническом оркестре мы исключим скажем клавишные или духовые или там струнные инструменты музыка будет звучать мы можем в принципе любую симфонию исполнить на одном музыкальном инструменте но эффект будет совершенно разный то же самое и здесь мы должны четко знать о том что эти факторы они очень взаимосвязаны мы на этом немножко остановимся подробнее я хотел сказать поскольку мне это очень все очень близко поскольку я выпускник ветеринарной академии и вот мне очень хотелось бы как бы обратить внимание на то что вот мы смогли ветеринарии а мы знаем что ветеринария очень часто является очень таким существенным источником информации для медицины если достаточно сказать что вот скажем вся медицина воспроизводства вот все что касается там трансплантации эмбрионов искусственного осеменения и нитрофертилизации все это пришло из ветеринарии оно было отработано в ветеринарии пришло в медицину так вот вот зооветеринарные мероприятия которые нашли свое отражение в промышленном животноводстве они как бы представили собой идеальный эксперимент что было в начале в начале когда эта идея создавалась она казалась с теоретических позиций абсолютно великолепной то есть животные размещаются в прекрасно вентилированных помещениях где у них полностью осуществляется контроль уровня там вредных газов таких как аммиак сероводород углекислый газ везде были установлены гигрометры и термометры которые позволяли поддерживать необходимую влажность и температуру и естественно использовалось соотношение площади остекления к площади пола для того чтобы обеспечивать необходимый световой режим то есть все было великолепно казалось бы животные должны давать совершенно идеальную продуктивность и быть здоровыми замечательными животными лучше чем те которые находятся на пасту но получилось совершенно другое мы столкнулись с тем что вот этот вот идеальный эксперимент показал что когда мы пытаемся игнорировать очень существенные факторы несмотря на то что мы создаем какие-то альтернативы они не дают того результата которого мы ожидаем значит мы знали о том что гиподинамия будет обязательным сопутствующим фактором этих животноводческих комплексов поэтому были построены специальные карусели которые как бы были аналогами современных трендмилов но оказалось что они не решают проблему гиподинамии почему потому что вот это вот кратковременное использование этих трендмилов или каруселей оно не является достаточным для того чтобы обеспечить то многообразное движение потому что вы знаете когда животное находится на пастбище оно движется в разных направлениях задействует разные группы мышц оно должно нагибаться чтобы щипать траву или ложиться и вставать то что в условиях этих животноводческих комплексов нереально было обеспечено естественно произошла фактически полностью замена свежих кормов на заготовленные то есть использовался сено силос комбикорма и эти комбикорма были полностью разработаны с детальным учетом того сколько необходимо скажем различных минеральных веществ мы знаем что и макро и микроэлементы были полностью запрограммированы и они были сбалансированы по аминокислотному составу чтобы обеспечить необходимое количество вот тех незаменимых аминокислот о которых мы перед этим говорили и естественно обеспечить эти витаминные добавки должны были потерю витаминов за счет отсутствия свежих кормов они были использовали специальные кормовые антибиотики которые должны были обеспечить лучшую сопротивляемость и так далее используя целый ряд препаратов направленного действия например как тереостатики которые должны были улучшать процессы метаболизма оказалось что это абсолютно неэффективная замена и особенно существенным фактором стало отсутствие солнечной инсоляции мы знали опять же об этом заранее априори и поэтому были созданы специальные инфракрасные и ультрафиолетовые лампы установлены которые казалось должны были бы обеспечить тот же самый особенное ультрафиолетовое облучение как бы дефицит солнечной инсоляции когда эти комплексы были внедрены что мы увидели мы увидели что когда мы проводим диспансерные осмотры то состояние животных отнюдь не отличается в лучшую сторону а ухудшается продуктивность снижается и причем что интересно что продуктивность была обратная корреляция с мощностью этих животноводческих комплексов то есть если скажем это 200 или 400 или 800 голов животных под одной крышей соответственно их продуктивность была ниже в зависимости насколько больше было их в этом комплексе то есть это как бы позволило в эксперименте который очень трудно сделать в клинической практике в медицинской практике почему потому что когда в медицинской практике проводятся клинические испытания вот эти вот RCT Randomized Clinical Trials найти необходимое количество вот этих добровольцев которые хотят волонтерами прийти и участвовать в этих экспериментах является очень непростой задачей но помимо этого эти волонтеры они живут своей жизнью их нельзя поместить в один комплекс их нельзя сказать что вот теперь вы будете жить здесь вы будете смотреть фильмы по режиму вы будете гулять по режиму вы будете есть то что вам дают да что касается обеспечения вот этих вот определенных продуктов это в некоторых trials это делается но они продолжают жить сами по себе одни больше занимаются физической активностью другие меньше одни другие нет ветеринарии эти вопросы исключаются там полностью идет идеальное экспериментальное соотношение где животные все мы все эти вот кофаундинг факторы они полностью исключаются потому что они все имеют одинаковое питание одинаковые условия содержания и естественно одинаковый уход поэтому мы можем с уверенностью говорить что то что мы замечаем в ветеринарии может быть однозначно транслировано на медицину мы знаем что что вот это направление translational medicine то что когда мы видим какие-то вещи наблюдаемые где-либо они могут быть затем полностью перенесены на другие аспекты и поэтому здесь мы можем сказать что вот этот вот эксперимент четко показал как недостаточная физическая активность недостаточное использование raw food вот этих именно сырых продуктов и недостаточная солнечная инсоляция непосредственно негативным образом влияют на здоровье но перейдем к следующему слайду значит следующим у нас как бы становятся вопросы как нам быть поститься или есть ходить нам или бегать загорать или скрываться от солнца и как проще ответить наверное быть или не быть на эти вопросы но найти эти ответы возможно проблема заключается в том что различные специалисты будут ли это врачи или физиотерапевты или диетологи они могут нам давать разную информацию эта информация может быть и противоречивой и она может быть построена на их личных предпочтениях например или меня учили вот например что какие-то такие-то там скажем продукты являются полезными я знаю что пить молоко хорошо другие говорят нет пить молоко это плохо кто-то информация может быть совершенно недостоверная взятая из каких-то источников она может абсолютно игнорировать новые научные и клинические данные есть вот такой вот пример например там переливание крови в течение многих лет считалось что переливание крови спасает жизнь оказалось что нет ничего подобного наоборот побочные действия переливание крови дает абсолютно другую клиническую картину и поэтому мы должны четко знать что информация должна быть абсолютно на которую мы можем полагаться очень часто она может быть проверена основана на методически неверных исследований мы знаем что вот этот вот знаменитый эксперимент Nurses Health Trial Nurses Health Study который был проведен в Америке где оно было как бы два направления Nurses Health Study и Health Professional Study то есть они оно показало очень странные результаты после того как всегда это была абсолютнейшая уверенность в том что использование овощей и фруктов является необходимым условием для здорового образа жизни оказалось что они не увидели этих соотношений и не увидели никаких различий между теми группами которые ели много овощей и фруктов а которые ели ели мало означает ли это что это там безусловно нет потому что методически там было очень много погрешностей в этих исследованиях и когда мы будем говорить о вопросах питания мы тоже об этом поговорим так чему и кому мы можем верить давайте следующий слайд значит поститься или есть мы знаем что некоторые нам советуют избегать молочных продуктов другие говорят что надо ограничивать количество белков или жиров или там углеводов есть различное огромное количество разных диет есть диеты Эткина Средиземноморская South Beach диет это их масса некоторые являются адвокатами раздельного питания в то время как если мы посмотрим на MyPlate которая заменила MyPyramid или FoodPyramid в Америке они рекомендуют что нужно есть все продукты многообразие продуктов и обязательно нужно включать дейри обязательно протеин должен быть хотя бы 35% если мы смотрим на эту диаграмму или там 25% и так далее то есть опять встает вопрос кому мы можем доверять давайте следующий слайд посмотрим идти или бежать нам некоторые источники советуют что надо стараться избегать активной нагрузки или надо нам достаточно просто использовать какой-то шагомер или просто легкие упражнения и что это будет наиболее адекватным нашим тренировочным режимом в то время как другие нам говорят что нет необходим интервальный бег необходимо аэробные упражнения или необходимо использовать очень интенсивную физическую нагрузку как например там пилатис или плавание или фитнес опять мы должны знать кому доверять давайте следующий слайд загорать или скрываться от солнца значит мы знаем что в Австралии в особенности рекомендуют использовать солнцезащитную одежду все эти был фифтин пласт потом стал сетти пласт а сейчас фифти пласт кстати плюс должен стоять с другой стороны но неважно гели или кремы что нужно находиться в тени а загорать с утра до десяти или после шестнадцати часов это противоположные рекомендации говорят совершенно другое что надо загорать когда солнце находится на альтитюд ну высота солнца его альтитюда должна быть выше 50 градусов потому что когда она снижается до 45 и наша тень соответствует нашему росту уже солнце мало что дает проводить на солнце необходимо хотя бы 15-20 минут без геля это рекомендации которые даются этими источниками и нужно загорать лучше стоя поворачиваться каждые 2-3 минуты чтобы у нас была равномерная экспоза в течение этого периода и избегать альфа спектр солнечной инсоляции в то время как если мы загораем до десяти или после четырех когда солнце уже ниже 50 градусов то мы как раз именно и получаем этот альфа спектр вместо бета спектра поэтому опять это нет консенсуса нет единого мнения давайте следующий слайд и так сложно да или невозможно как на наш взгляд можно ли ответить на эти вопросы или нет что нам делать выпить ли утром стакан зеленых смуси и пойти на пробежку до пляжа или до парка и там как мы говорили позагорать замечательно а может нам пройтись не спеша как другие рекомендуют вот именно мы вроде бы и прошлись до кафе можно даже найти какое-то отдаленное кафе взять там какой-нибудь тюна мелт или там наш любимый другой сэндвич там спиноч и чиз или что там угодно и сесть в тени под зонтиком и поесть кому же можно нам доверять и некоторые могут даже некоторые среди наших максималистов они могут даже сказать а надо ли вообще задумываться давайте мы будем просто как бы радоваться приятной вкусной еде давайте посидим посмотрим телевизор давайте там в соцсетях пообщаемся или поспим поспим хорошо днем и вечером и ночью и в итоге все равно не поймешь что лучше и что хуже так давайте как эпикурейцы говорили раньше давайте пить и есть поэтому мы не будем следовать совету эпикурейцев безусловно поэтому наш совет я имею ввиду совет который мы вот у нас в хеллспойнте людям предлагаем однозначно надо задумываться над этими вопросами однозначно надо их анализировать однозначно надо их внедрять свой собственный режим но что нам необходимо для этого нам необходимо получать информацию но получать информацию мы можем получать ее противоречивую поэтому нам необходимо внимательно и очень досконально изучать доказательства потому что если мы посмотрели что кто-то рекомендует загар а можно ли этому источнику доверять а хорошо ли на него полагаться кто написал этот блок написал ли его какой-то человек который не имеет никакого отношения ни к ветеринарии ни к медицине ни к физиотерапии или написал его какой-то профессионал который хорошо изучил этот вопрос поэтому необходимо проверять надежность источника мы знаем что на интернете мы найдем массу информации какой угодно и поэтому нужно делать собственные выводы но обязательно консультироваться со специалистами которым вы доверяете вот вы сегодня прослушали семинар а что там Владимир нам говорил какую-то ерунду он нам сказал что хорошо загорать я правда этого еще пока не сказал но под текстом сказал может я пойду к своему дерматологу и проверю однозначно пойдите к дерматологу проверим но если дерматолог вам рекомендовал другое пойдите ко второму к третьему возьмите и прочитайте или может быть попросите какую-то дополнительную информацию у меня или у кого-то еще почему потому что иначе опять вы можете я уверен что вы придете к какому-то вашему дерматологу о чем вы говорите какое загорать вы хотите себя что просто подвергнуть дополнительному риску ни в коем случае не надо или вы пойдете там к своему диетологу и диетолог вам скажет да обязательно ешьте побольше белков это необходимо для здоровья кому можно доверять значит вы должны обязательно прослушив то что Владимир сказал проконсультироваться со вашим специалистом и затем составить собственное мнение итак мы сегодня рассмотрим в нашем вебинаре следующие вопросы которые будут касаться непосредственно физической нагрузки поскольку сегодня мы говорим о физической нагрузке посмотрим как она влияет на организм сколько физической нагрузки необходимо и всегда ли это хорошо заниматься больше является ли это синонимом лучше и посмотрим о том какие как мы можем улучшить эффективность наших занятий и как мы можем обеспечить контроль эффективности давайте следующий следующий слайд значит как физическая нагрузка влияет на наш организм значит однозначно в прошлый раз говорили что она непосредственным образом влияет на наш врожденный и приобретенный иммунитет я уже упоминал что сейчас даже новое направление такое существует которое называется exercise immunology то есть иммунология физической нагрузки мы знаем что она дает нам возможность повысить наши адаптационные способности расширить их чтобы мы могли столкнувшись с какой-то повышенной нагрузкой каким-то с какими-то негативными факторами что мы смогли им противостоять она оказывает противовоспалительное действие поэтому непосредственным образом позволяет устранить острые или хронические воспалительные процессы или уменьшить их если не полностью устранить она регулирует эндокринную деятельность улучшает клеточную тканевую оксигенацию активирует метаболизм и как результат этого естественно обеспечивает контроль веса она замедляет процессы старения мы знаем что есть такое вот понятие иммуносинесенс которая непосредственно связана с этими процессами она улучшает способна улучшить фигуру осанку внешний вид придать нам уверенности и уменьшает депрессию даже и состояние беспокойства опять каждый из этих вопросов может стать предметом мини-семинара и если мы захотим затем их рассмотрим давайте теперь посмотрим следующий слайд кстати у меня закрыты часы на моем компьютере мы укладываемся по времени мы рассчитываем на один час или на полтора но мы рассчитывали по-моему на час но сейчас 8 часов 17 минут окей значит нам надо пойти немножко более ускоренным темпом если мы не настроены на полтора значит что происходит при физической нагрузке мы видим что вот сидячий образ жизни и как его как он противопоставляется физической активности они абсолютно разным образом влияют на наше состояние мы знаем что сидячий образ жизни он непосредственно ухудшает нашу иммунную систему особенно когда мы говорили о врожденном и приобретенном иммунитете в первую он действует негативно и на тот и на другой и он вот эти вот цифры которые стоят в скобках это то на какие источники авторы вот этой статьи которая была опубликована в очень популярном журнале Frontiers Immunology они провели ссылаются на исследование этих авторов в то время как физическая нагрузка наоборот она активирует наш иммунитет она препятствует иммуносинесенс то есть замедляет процессы старения она улучшает нашу способность получать лучшие результаты вакцинации то есть огромное количество действий она влияет на нас в положительном плане и мы видим что в то время как если сидячий образ жизни он как правило в силу вот этих всех негативных аспектов ухудшает наше состояние и это не только касается как здесь написано там северите этих вирусных инфекций то есть их активность это и и различные другие заболевания как мы увидим а в то время как физическая активность она повышает нашу сопротивляемость не только к инфекционным но и к неинфекционным заболеваниям давайте следующий слайд я бы еще добавила от себя будучи любителем джима и это однозначно проверено на себе что повышается просто настроение то есть выделяются гормоны которые тебе дают заряд реально заряд энергии и все уже какие-то твои проблемы какое-то плохое настроение как рукой сняло а сто процентов Оля почему потому что все вот эти вот эндорфины энкефалины которые которые то есть то что мы называем опиоидные эндогенные опиоиды эндорфины энкефалины они являются гормонами настроения и конечно непосредственно конечно вот значит вот здесь мы можем посмотреть как влияние тренировки оказывает на воспалительные процессы вот эти два основных воспалительных маркера это вот сериактивный протеин и интерлекин 6 это они являются наиболее такими традиционными показателями отражающими состояние воспалительных процессов в организме и мы видите видим что у людей которые имеют избыточный вес по сравнению с теми которые занимаются спортом что касается сериактивного протеина он в пять раз выше у людей которые находятся находятся вот не занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни что касается интерлекина 6 мы знаем что это огромное количество различных цитокининов участвует в воспалительных процессах но некоторые из них являются проинфламаторными а некоторые антиинфламаторными вот интерлекин 6 является типичным проинфламаторным или провоспалительным агентом и он его количество в два с половиной раза выше у людей с избыточным весом по сравнению с теми кто занимается физическими нагрузками и мы видим вот эти вот пи-факторы которые показывают достоверность мы видим что это все статистически достоверно это не просто там скажем четырехкратное или пятикратное или двух с половиной кратное увеличение оно статистически достоверно то есть это проверено в экспериментальных условиях переходим к следующей боли очень хорошее такое исследование которое было опубликовано в европейском журнале клинических исследований о том как влияет физическая накрутка и сидящий образ жизни на нашу иммунную систему и они взяли за основу как эффективность вакцинации проходит у тех или других людей это очень актуальный топик был совсем недавно когда люди задумывались вакцинироваться против ковида или нет но если уже решили вакцинироваться и очень пришли к этому решению может быть непросто то вы хотите чтобы эта вакцинация дала максимальный эффект и мы видим как у людей которые занимаются спортом их эффективность вакцинации то есть иммунный ответ он фактически остается вот таким вот не снижающимся и только после 60 лет оно идет такое незначительное снижение что касается людей которые ведут такой сидячий образ жизни то у них уже даже в молодом возрасте наблюдается значительное снижение оно достигает порядка 7 от 7 до 10 процентов а уже когда им становится за 60 то после этого возраста оно уже очень значительно идет спад на примерно 40-50 процентов идет снижение эффективности вакцинации в то время как у людей которые занимаются физической активностью этого не происходит и вот то самое иммуносинесенс значит факторы и инфоэмоджин которые являются отражением процессов старения они здесь четко прослеживаются в обратном направлении вы видите что повышается иммуносинесенс и инфоэмоджин при сидячем образе жизни и снижается наоборот при физической нагрузке следующий слайд следующий слайд очень интересный здесь мы знаем о том что физическая нагрузка она непосредственно влияет на окислительно-восстановительные процессы окислительно-восстановительные процессы они происходят у нас постоянно в организме вопрос мы не можем сказать что вот мы тем или иным образом типом питания или образом жизни можем на одни устранить другие другие оставить нет они происходят обстоятельно обязательно но нам необходим как бы баланс между ними и здесь какое-то пришло сообщение можно прочитать Владимир а что можно посоветовать пожилым людям 75 плюс по поводу физических нагрузок что для них может быть лучше гулять или нагружать мышцы более серьезно от Жени мы к нему придем обязательно и через буквально несколько дальнейших слайдов и там обязательно поговорим обязательно надо заниматься а как заниматься мы обязательно на этом остановимся и вот мы здесь на вот этих вот диаграммах внизу мы видим что вот этот оптимальный баланс у людей которые которые занимаются регулярной физической нагрузкой он достигнут в то время как у тех которые не занимаются или занимаются недостаточный сдвиг идет вот в сторону этих вот reactive oxygen species and reactive nitrogen species сразу же вопрос на засыпку а как понять достаточно или недостаточно следующее мы будем об этом говорить что является достаточным и недостаточным значит что касается здесь это очень существенный момент мы обязательно остановимся потому что мы должны четко контролировать потому что вот эти вот reactive oxygen reactive nitrogen это то что мы называем свободными радикалами мы знаем что свободные радикалы они негативно влияют на процессы старения и улучшают ухудшают состояние здоровья в то время как антиоксидантные системы они противодействуют и вот физическая активность является великолепным антиоксидантом идем на следующий слайд и оль скажите если теперь я перешел на слишком может быть быстро может быть скажите мне тогда ну и не только Оля все хорошо отлично значит это вот очень хорошее тоже исследование которое было опубликовано в журнале общей медицины они посмотрели влияние физической нагрузки на риск возникновения сердечно-состудистых заболеваний таких как мы знаем атеросклероз и инфаркт миокарда и сердечных недостаточных и метаболических расстройств которые мы знаем это вот и метаболик синдром и диабет и депрессия о которой Оля недавно сказала по поводу вот этих вот гормонов эндорфинов энкефалинов и так далее которые мы называем эндогенные опиоидные структуры значит что мы видим на левой диаграмме мы видим как в зависимости от того сколько мы занимаемся физической нагрузкой или не занимаемся если мы не занимаемся то вот гипертония наше ожирение там диабет они совершенно четко являются в зависимости и опять мы видим что это все статистически достоверно то есть уровень гипертонии повышается он ниже у тех которые активно занимаются а уровень гипертонии у которой не занимаются он становится выше скажем BMI это вот body mass индекс который показывает степень ожирения он тоже достоверно снижается у тех кто занимается физической нагрузкой но повышается у тех которые не занимаются а уж если мы посмотрим там никотиновые аспекты а что касается диабета мы видим что риск диабета снижается фактически в два раза у тех кто занимается регулярно по сравнению с теми кто не занимается если мы посмотрим на правую диаграмму которая касается вопросов депрессии то мы видим что люди которые 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 не страдают депрессией их гораздо больше в той категории которая ведет активный физический образ жизни их становится больше которые если люди занимаются недостаточной или занимаются занимаются совсем не занимаются вот еще пришел я вижу от Олеси что касается скажем умеренной депрессии она повышается у тех кто не занимается по сравнению с теми кто занимается а уж тех кто страдает глубокой депрессией и анкзайти та же самая наблюдается динамика то есть люди которые занимаются у них гораздо ниже уровень вот severe depression то есть глубокой депрессии и анкзайти по сравнению с теми которые не занимаются давайте извините я вас перебью у нас есть хороший такой комментарий от Олеси давайте сделаем так я сейчас его зачитаю вы пока помолчите а мы сейчас у наших у всех участниц что они по этому вопросу думают и так зачитываю считается ли 15 тысяч шагов по фидбиту в день хорошей нагрузкой но это бытовая нагрузка как к примеру убрать погулять с собаками ну мамочки на все дела погулять с собакой с детьми и т.п. есть плавание два раза в неделю все остальное это бытовая физическая нагрузка вот давайте так вы пока молчите Владимир чтобы у нас подключились участницы и давайте спросим а как вы считаете с 15 тысяч шагов по фидбиту в день это достаточная нагрузка или маловато девочки подключайтесь давайте я тогда сейчас пока что презентацию нашу остановлю хочется подключить в течение чтобы немножко оживили чтобы у нас с вами был интерактивный разговор вот как вы считаете напишите пожалуйста или скажите голосом да нет не знаю плюс-минус что-нибудь обозначьте что вы думаете по поводу 15 тысяч шагов в день Оль я думаю если я могу быстро сказать я думаю что это в принципе хорошая нагрузка единственное что нужно смотреть чтобы у тебя все равно было какое-то нагрузка на сердце то есть нужно какие-то периоды где-то там пять минут побежал куда-то именно побежал чтобы у тебя пульс поднялся чтобы у тебя было утечение а так в принципе я считаю что 15 тысяч это очень хорошо спасибо у тебя есть такая нагрузка у тебя фитбит то есть 100% у меня нет у меня фитбит есть но у меня такой нагрузки нет и единственное что я заметила вот я стала возвращаться в офис и два раза на неделю ходить то есть просто вот такая бытовая именно нагрузка что пробежала от трамвая до офиса и назад уже намного больше повышает количество шагов чем когда ты сидишь просто работая из дома у нас Олеся этого не замечаешь бегает как лошадь больше пяти минут прекрасно мама четверых детей кстати комментарий мне кажется что у мамы четверых детей не может быть маленькой нагрузки мне кажется всего хватает я помню пару лет я помню пару лет назад Майкл Мозли по-моему он делал исследование которое говорилось что нужно что там такая минимальная нагрузка была что-то три минуты но максимально выложиться бега это достаточно или эквивалентно тому что ты 30 минут пробежал что-то такое вот было я точно не помню какое-то было ресерч но вот что именно нужно в какое-то короткое время выложить не знаю Владимир если вы знаете об этом супер спасибо девочки еще какие мнения молчат ну теперь Владимир ваш комментарий послушайте значит Олеся 100% права 15 тысяч шагов мы знаем что рекомендации идут порядка 10 тысяч поэтому 15 это уже в полтора раза больше чем рекомендуем отлично Олеся так держать но единственное что я хочу сказать что что касается мы хотим чтобы как бы в нашей физической нагрузке присутствовали различные направления и аэробные упражнения и там то что у нас называется там resistance exercise и aerobic exercise и для того чтобы как бы задействовать разные группы мышц и задействовать в том числе разным образом нашу сердечно-сосудистую и респираторную систему здесь необходимо обязательно учитывать одно обстоятельство я о нем говорил в предыдущем вебинаре для Олеси 15 тысяч шагов это может быть нечего делать для кого-то другого после 5 тысяч шагов он уже чувствует что он устал что он начинается там потоотделение начинается одышка если измерить частоту пульса она уже далеко перешла за желанные 90-100 и так далее поэтому как бы я очень большой противник общих рекомендаций они должны быть строго индивидуальными а для кого-то может быть 15 тысяч шагов это как бы и не нагрузка вовсе прошел 15 тысяч шагов а где же интервальный бег вот ты пробежал 350 метров потом 100 метров прошел еще 350 еще но именно пробежка или там или например какой-то спринт скажем или наоборот стаерский бег на продолжительность на выносливость и так далее для него может быть этого будет недостаточно этих 15 тысяч шагов и поэтому мы здесь должны как бы исходить и однозначно общие рекомендации мы сейчас об этом будем говорить буквально через несколько минут они очень полезны следовать им прекрасно но иногда и кстати вот такого плана рекомендаций как вот Жене и Олеся сказали там считать шаги я упоминал о шагомере в начале нашей презентации это отличные критерии но как бы не не стоит как бы на этом ограничиться надо стараться разнообразить нашу физическую нагрузку тогда мы сможем гораздо более эффективно тренировать потому что то что вот по-моему Оля говорила кардио тренировки весовые весовые совершенно верно то есть weight bearing exercise cardio exercise там они в большей мере способны активировать нашу респираторную деятельность и опять же мы к этому придем еще более подробно еще маленький комментарий маленький вопросик а вот сейчас модно прям вот и меня это радует йога пранаяма пилатес медитация вот это считается физическими нагрузками и или нет йога в зависимости того какая йога если мы просто в позу лотоса стоим и в ней стоим это относится к нашей категории лежать стоять или бежать уже хорошо уже стоим не просто стоим но стоим в позе лотоса это уже лучше может быть даже удастся еще вырасти на гвоздях кстати альтернатива он лежал а стоять еще тяжелее а мы собираемся мы сделаем такой скоро воркшоп стоять на гвоздях вот что касается значит пранаямы прекрасная возможность задействовать нижнюю часть легких наших для того чтобы дыхание осуществлять потому что мы знаем что если мы дышим поверхностными то есть мы знаем что наши наши лёгкие имеют их анатомическое строение верхушечную долю сердечную диафрагмальную но это правое лёгкое а в левом лёгком сердечная отсутствует потому что она занята сердцем поэтому если мы не используем пранаяму то мы задействуем только верхушечную и сердечную долю А основное, если вы представляете анатомическое строение легких, оно как треугольник, как пирамидка, то именно то, что у нас диафрагмальная часть легких задействована, она в пранаяме именно участвует. Поэтому это хорошо. Что касается третьего аспекта, какой он у нас был, потому что медитация, конечно, ее никак к физической нагрузке мы не отнесем. Она хорошая медитация, но давайте медитировать о том, как мы будем бегать. Понятно. Продолжаем тогда дальше? На этой странице мы остановились, мы можем перейти к следующей. Мы поняли, что и соматические, и психические расстройства в полной мере могут быть контролируемы за счет нашей физической нагрузки. Теперь мы переходим к этому важному вопросу, сколько нам нужно физической нагрузки. Значит, вот ВОЗовские рекомендации всеми организаций здравоохранения, они очень общие. Они говорят, что там людям от 18 до 64 лет надо там 150-300 минут, опять же, диапазон крайне широкий, в два раза умеренной, или 75-150 минут интенсивной физической нагрузки. Я бы больше ориентировался на Олесину и Женину, как бы критерии, где мы это можем выразить уже, по крайней мере, в каких-то реальных цифровых выражениях, чем на вот это вот, что такое 150-300 минут. 300 минут бега трусцой или там 150 минут бега интервального, они не сопоставили. Поэтому эти общие рекомендации, они недостаточно подходящие. Нам необходимо учитывать целый спектр различных параметров. Скажем, вот физиологическое состояние, скажем, период эстрального цикла. Я не знаю, многие ли из нас знают, например, о том, что при фолликулярной фазе цикла, поскольку у нас здесь в основном девушки и женщины, то, может быть, это хорошо упомянуть. Скажем, повышенная концентрация эстрогенных гормонов, она приводит к тому, что повышается эластичность связок и сухожилий. То есть они уже не настолько устойчиво обеспечивают нашу позицию при различных упражнениях. Поэтому необходимо это принимать в расчет. Почему, например, скажем, травматизм у женщин или девушек, которые занимаются активными видами спорта, может быть, при клиническом пилатисе, где это все идет подконтрольно, это будет не так существенно. Но для них это очень существенно, у них травматизм очень высокий. Почему? Потому что это расслабленные связки и сухожилия во время поздней фолликулярной стадии цикла уже не позволяют обеспечить вот это вот как бы стифнис, который является необходимой. Беременность. И при этом мы смотрим, если это антенейтл или пренейтл или постнейтл. Пренейтл – это перед беременностью, антенейтл – в процессе беременности, постнейтл – после беременности. Или мы можем называть постпартум, после того, как уже ребенок был рожден. Обязательно это нужно учитывать. Дальше – периоды лактации, циркадные ритмы. Циркадные ритмы – это интересное очень направление. Мы знаем, что, скажем, упражнения, которые мы занимаемся утром, они могут выглядеть как бы не может быть еще, поскольку это идет пик наших циркадных, пик кортизольный, когда наши циркадные ритмы являются активными. Но оно дает нам очень хороший заряд, в то время как, скажем, упражнения во второй половине дня, они позволяют нам контролировать наше давление примерно на таком же уровне, как и гипотензивные препараты. И я думаю, что лучше, чем применять гипотензивные препараты, лучше заниматься физической нагрузкой. Дальше нам необходимо учитывать характер нашей рабочей деятельности. Кто-то, например, работает там в воспитательном детском саду, бегает за детьми в течение всего рабочего дня, кто-то сидит в офисе и там переводит или что-то делает. Необходимо учитывать состояние здоровья, если есть какие-то патологические состояния, там, гипертония или диабет и так далее. Это обязательно должно приниматься в расчет при составлении программы упражнений и физической. Кстати, это вот разница между физической нагрузкой и тренировкой или упражнениями. Физическая нагрузка – это все, что мы делаем. То, что Олеся сказала, там, я за детьми бегаю, и это уже физическая нагрузка. Но если мы говорим о упражнениях, упражнения – это уже другое. Упражнения и тренировки, они имеют под собой именно поставленные цели и свою определенную направленность. Необходимо учитывать уровень тренированности. То, что мы говорили, для одного человека 15 тысяч шагов – это ничто, для кого-то 5 тысяч является проблемой. И психологические особенности. Кто-то хочет заниматься в группах для того, чтобы снять свою депрессию и анксайдик. Кто-то хочет заниматься индивидуально и так далее. Здесь огромное количество параметров. Давайте следующий слайд, Оля, мы поговорим немножко об этом. И пока что еще один маленький вопрос. Глубокую депрессию можно ли вылечить за счет физических нагрузок? Значит, интересно в этом отношении. Мы сейчас у себя в центре, вот в HealthPoint Physiotherapy, мы начинаем непосредственно, у нас уже составлена программа, мы его назвали Adapt Project. Вы знаете, что Adapt – это означает приспособиться или измениться, но лучше, чем приспособиться, лучше измениться и избавиться от депрессии. Почему мы назвали Adapt – это аббревиация Anti-Depressive and Anxiety Physical Therapy или Physiotherapy. Мы ее назвали Adapt. Поэтому, да, есть очень много исследований, мы об этом немножко остановимся, но мы можем, я еще раз говорю, что мы, когда будем затем проводить мини-семинары, которые будут, скажем, там полчаса или, мы будем рассматривать отдельный конкретный вопрос. Например, влияние физической нагрузки на депрессию и анкзайди. А здесь мы пока сейчас поговорим. Да, но в целом, однозначно, много исследований, которые говорят, что даже глубокая депрессия может быть… Мы знаем, что, скажем, что при глубокой депрессии, мы с чем сталкиваемся? Мы сталкиваемся с приемом различных психотропных препаратов. Это могут быть, скажем, Серитонин, Селектив Серитонин, Реоптейк Инхибиторс или Серитонин и Нюропитрин, Реоптейк Инхибиторс, или это могут быть Трисайклик, Антидепрессанс, их масса может быть, но они все связаны с побочными действиями. Они все могут дать результат, могут не дать, но физическая нагрузка, она однозначно дает результат, и она может быть в комбинации с психотропными препаратами. Если, например, человек увидит, что ему, скажем, его Серитонин, Реоптейк Инхибиторс помогают, никто не говорит, что сходите, заменяйте эту физическую нагрузку, дополняйте. Или наоборот, лучше я бы сказал, дополняйте физическую нагрузку этими ССРА или СНРА. Если мы возьмем офисного человека, который три раза в неделю занимается интенсивно спортом, или работа на ногах, как мама Олеся, но без посещения того же спортзала, какой лучший вариант? Ну, значит, это будет определяться многими обстоятельствами, позволяет ли время. Мы не хотим, чтобы Олеся стала, например, говорить, я вот должна идти в джим, и теперь у меня развивается депрессия, анкзайдия по поводу того, что я не хожу в джим. Нет, Олеся, не надо. Надо ходить в джим 100%, но если это не входит в противовес с уже установленным режимом. То есть надо постепенно. Нашел 15 минут для занятий спортом, отлично. Нашел через три недели опять какое-то окошко и сделал 15 минут 30 минутами или там 20-25. Замечательно. Но не так, чтобы по этому поводу комплексовать и говорить, все, нет, ничего у меня не получится, плюну я на все и буду только, надо хорошо дополнять джимом или спортивным залом. Но если нет, возможно. Я правильно понимаю, что тут очень важно все-таки регулярность, только тогда можно добиться какого-то хорошего, весомого результата и в плане внутри, то есть и состояние, и внешний вид, правильно? Однозначно. Я, когда мы вот предыдущие слайды рассматривали, там все время регулярная физическая нагрузка, регулярная. Но опять же, если есть возможность заниматься спорадической, это лучше, чем не заниматься. Но идеально, чтобы это было, мы опять об этом поговорим немножко позже. Значит, вот это вот очень интересная здесь такая вот демонстрация, такой слайд, который демонстрирует влияние физической нагрузки. И я не знаю, многие ли из вас слышали о вот так называемом ограниченном питании. Это есть такая аббревиация TRE, Time Restricted Exercise. Time Restricted Eating, конечно, не exercise, exercise должен быть unrestricted. Так вот, Time Restricted Eating, это на левой стороне, он как бы рассматривается, и вот здесь как раз находят отражение те самые циркадные ритмы, о которых мы говорили. Что происходит? Человек просыпается в 8 утра, у него пик кортизола, он хочет что-нибудь поесть, он поел. И затем, если удается вот за счет этого Time Restricted Eating свою модель питания сделать так, что человек ест с 8 до 4, а после 4 ничего не ест, то он может, вот мы видим вот эти черные пики, которые черной краской, это то, что происходит в норме, то есть то, к чему нужно стремиться. То есть это оптимальные, да, вот эти вот, именно, да. И мы видим, что вот эта вот оранжевая линия, которая показывает динамику Time Restricted Eating, она следует этой паттерн, но она не идеально ей следует. Она где-то пытается ее резембл, ее наполнить, но она не удается в полной мере. Но если мы посмотрим на правую панель, это великолепная иллюстрация, она показывает, что вот это вот зеленые, они полностью следуют идеальному тому. То есть что происходит? Если после еды, а что они делали вот в этом, то что здесь, что это вот включает? Acute bout of exercise. Я думаю, все из нас будут очень удивлены. И это 10-минутная прогулка. 10 минут прогулки. И мы вместо того, чтобы вот этот вот Time Restricted Eating использовать, который очень трудный для большинства людей, попробуйте ничего не есть после 4 часов. Мне трудно. Не знаю, там, может быть, кто-то очень сильной волей сможет. Но это тяжело. А если мы после каждой еды 10 минут пройдемся, это каждому по силам. И не надо уже особенно заботиться вот этим. Мы видим потом, что он по-прежнему после этой прогулки, после третьей, продолжает следовать тому же самому профилю, которому мы хотим, хотя мы уже больше не ходим. Что касается Time Restricted Eating, то он уже не следует этому после того, после 4 часов. Уже начинается снижение чувствительности к инсулину, снижение глюкозы и метаболизм глюкозы нарушается. И то же самое касается свободных жирных кислот. Это вот самая нижняя панель. Потому что у нас эти панели верхние, это касается именно обмена глюкозы, а нижняя – это свободные жирные кислоты. Давайте следующие. Опять же, если какие-то вопросы, мы можем о них… Опять мы будем о том говорить позже. Вот здесь мы, так как бы это просто как summary этого предыдущего, мы видим, что Time Restricted Exercise, он тем не менее не позволяет обеспечить, мы видим, подъем циркулирующих липидов в конце, которые могут быть триглицерайз и low density lipoproteins и колестерол. То есть при exercise мы наблюдаем, что у нас те показатели, которые мы хотим повысить, например, чувствительность к инсулину, или мы хотим увеличить массу и качество нашей мускулатуры, они повышаются. Но мы хотим уменьшить количество циркулирующих липидов, мы хотим уменьшить количество жира, оно достигается. Дальше следующая панель – это как бы комбинация, но мы видим, что разницы между, если мы используем в комбинации вот этот Time Restricted Eating и exercise, никакой нет. Exercise уже сам по себе, оно достаточное для того, чтобы нас поддерживать в необходимой форме. Пойдем в следующий слайд. Очень хорошее здесь… А, вот, влияние физической нагрузки на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Что здесь, вот этот вот слайд, это публикация из журнала Circulation, который является в этой сфере одним из самых ведущих. Значит, он показывает риск инфарктов миокарда после того, как мы неожиданно столкнулись с каким-то вот таким вот серьезным фактором риска. Например, мы увидели автобус, уходит, и мы побежали на него. И вот, к сожалению, часто побежал на автобус, но не добежал. Но не обязательно, что должно быть инфарктом миокарда, но может просто спалкнуться. Но неважно. Важно то, что он возникает в этих случаях. Инфаркт миокарда может быть следствием подобных неадекватных… И мы когда говорили, что вот на одном из предыдущих, да, я говорил, что расширение адаптационных возможностей, это вот именно то, что мы здесь прослеживаем. Что здесь показано? Люди, которые не занимаются физической нагрузкой, у них ноль. Или которые занимаются раз или два в неделю, три, четыре или пять и больше раз в неделю. Мы видим, те, у которых регулярная физическая нагрузка, они столкнулись вот с таким стрессовым фактором. Бежать за автобусом или бежать за ребенком или куда-либо еще. И это ни к чьим последствиям негативным не приводит. У них никаких инфарктов не возникает. Но там их инцидент гораздо ниже. У людей, которые менее тренированы, это всегда связано с риском. То есть мы четко знаем о том, что регулярность физической занятий, она является профилактикой огромного числа заболеваний. Перейдем к следующему. Значит, вот здесь очень хороший тоже слайд, который показывает влияние тренированности и регулярной физической нагрузки на риск острых инспираторных заболеваний. Значит, с левой стороны мы видим графики, которые определяют уровень тренированности, а с правой частоту физической нагрузки. И мы видим, что, опять же, те люди, которые не занимаются или мало занимаются, у них высокий риск вот этих острых респираторных заболеваний. Которые занимаются больше, он у них очень значительно снижается. А те, которые занимаются именно значительно, регулярно, у них он тоже уже несколько ниже даже у тех, кто занимается не так активно. То есть это прямая корреляция. То есть мы говорим прямая зависимость от этого. Поэтому это тоже, но еще раз говорю, это просто модель, которая, мы говорим о острых, та же самая модель, отражается на любые другие заболевания. Переходим к следующему. Очень хороший здесь слайд показывает о том, что мы все хотим заниматься спортом активно, но нам нужно вносить необходимые коррективы в свой стиль питания. Почему? Потому что нам необходимо, мы видим, что люди, которые не занимаются физической нагрузкой, у них в диете уровень углеводов значительно ниже, но значительно выше уровень белка и уровень липидов, жиров. С нарастанием физической нагрузки нам необходимо увеличить количество углеводов. Я говорил в прошлом семинаре, что мое стремление – это 80-10-10. То есть 80% энергии мы получаем из углеводов, 10% из липидов и 10% из протеина. Что мы примерно и видим. То есть при физической нагрузке это становится уже своего рода необходимостью. Пойдем на следующий слайд, посмотрим немножко почему. Здесь очень хорошо, почему влияние углеводов так хорошо, оно влияет на эффективность физических нагрузок. Мы видим, что если во время тренировок или перед непосредственно или после тренировки, мы видим, что повышается, естественно, за счет приема этих углеводов уровень глюкозы и фруктозы, и повышается уровень инсулина для того, чтобы, естественно, привести в норму этот углеводный обмен. Но это происходит очень быстро. Почему? Потому что затем вот эти углеводы, они повышенная концентрация, физическая нагрузка все равно приведет их быстро в норму. Но они в свое время, в свою очередь, снижают уровень вот этих гормонов стресса. Это вот гормоны надпочечников, такие как кортизол или норадреналин, или адреналин, то есть оксикортикостероиды. И в то же самое время она значительно снижает вот эти вот биомаркеры воспаления. Мы видим, что она значительно уменьшает уровень этих воспалительных процессов за счет того, что она резко активирует и врожденный, и приобретенную иммунитет. Поэтому это нужно четко учитывать, что необходимо повышать количество углеводов, если мы занимаемся высоким уровнем физических нагрузок. Пойдем на следующий слайд. Да вот здесь то, что спрашивала Женя и, может быть, некоторые другие. Всегда ли больше лучше? Мы говорим, что вот мы видели на предыдущих слайдах, что регулярный эффект, кто занимается пять раз в неделю, замечательно, у него гораздо лучше результаты, чем у того, кто занимается три. Но всегда ли больше лучше? Что касается частоты занятий, сто процентов, это всегда больше лучше. Но что касается интенсивности занятий, вот здесь мы должны быть очень осторожными. Потому что вот Дэвид Нейман, один из ведущих авторитетов в этой области, он провел очень интересные исследования. Они показали, что многочисленные исследования, они имеют только его. Что умеренная нагрузка, она предпочтительнее для здоровья. Высокоинтенсивная нагрузка, она связана с риском. Поэтому, когда мы говорим об умеренной, она должна быть частой, но умеренной. А высокоинтенсивная нагрузка, если вы готовитесь к марафонскому пробегу или к каким-то серьезным соревнованиям, она, конечно, связана с риском. И мы должны всегда помнить, что в то же самое время недостаточная нагрузка, она неэффективна. Если мы прошлись не спеша до кафе, нет, это не является для нас достаточным. Поэтому при выборе нагрузки необходимо пройти обязательно тщательное обследование и проводить регулярный контроль. То, что в нашем центре является своего рода аксиомой. Мы проводим обязательно вот так называемый full body assessment, который позволяет выявить все возможные проблемы, которые могут препятствовать физической нагрузке, и проводим регулярный контроль. Пойдем на следующий статус. А как подобрать питание, а не диету на короткий период? Окей, хорошо. Хорошо. Значит, разница между… Именно то, что… Вопрос очень правильный. Диета – это то, что мы на какое-то время, питание – это то, чего мы придерживаемся постоянно. Здесь принцип только один, что мы должны избегать тех продуктов, которые вредят здоровью, и максимально потреблять те, которые нам полезны. Мы будем об этом… Я планирую следующий семинар. Сейчас мы говорим о физической нагрузке. Мы в следующем поговорим о вопросах питания. Значит, безусловно, вот мы все знаем о том, что… Я не знаю, насколько эти понятия всем знакомы, что когда мы питаемся правильно, мы получаем необходимое количество антиоксидантов, потому что, скажем, вот все растительные продукты, они имеют огромное количество различных полифенолов, флавоноидов и других, различное количество флавоноидов, полифенола и разные другие, которые обеспечат антиоксидантную защиту. И поэтому правильное питание, оно нам всегда будет на пользу. На короткое время мы можем сосредоточиться на каких-то вопросах диеты, но это должно быть четко знать, ради чего мы этим занимаемся. Мы обязательно об этом поговорим. Значит, вот на этом слайде мы очень хорошо можем проследить функциональные изменения, которые происходят при физической и интенсивной… При умеренной и интенсивной физической нагрузке мы видим, что оба, и левая сторона, где отражена интенсивная, и правая, где умеренная, они приводят к очень положительным сдвигам в отношении нашей иммунной системы. Они приводят к активации и врожденной, и приобретенной иммунитета. Мы видим, что они как бы оба влияют положительным образом на нашу эндокринную систему. То есть они… Но речь идет об интенсивной нагрузке. Она хорошо интенсивная нагрузка, только если мы не говорим о высокоинтенсивной нагрузке. Пойдем на следующий слайд. Вот здесь мы видим уже, что вот это вот влияние физической нагрузки на иммунную систему, если мы не будем достаточно осторожны, и мы постоянно находимся в режиме интенсивной нагрузки, или не постоянно, но периодически включаем высокоинтенсивную нагрузку, то это может привести к обратным результатам по сравнению с теми, которые мы преследуем. Если мы не преследуем результатами нашей физической активности выиграть марафон, или там олимпийские игры, или там хотя бы, может быть, там местный чемпионат какой-то, то преследуем цели улучшения здоровья, то умеренная нагрузка намного лучше. Что мы видим на этом слайде? Мы видим, что иммунная активность, она по сравнению с сидячим образом жизни, резко возрастает при умеренной нагрузке и остается ее на протяжении всего времени, когда мы ее занимаемся. Если мы вместо умеренной начинаем увлекаться высокоинтенсивной нагрузкой и делаем ее регулярной, то она приводит как раз к этим проблемам, которые связаны с иммуно-сенесенс, с инфлоимиджен, с инфлоэймиджен. Это имеется в виду воспалительные процессы, которые непосредственно связаны с процессами старения. И мы видим, как это важно, чтобы мы находились в режиме умеренной, но регулярной физической нагрузки и избегали регулярной интенсивной нагрузки, потому что это не то, что мы хотим. Потому что мы не хотим инфлоимиджен, мы хотим, чтобы избегать иммуно-сенесенс и вот этого воспалительных процессов, которые связаны с возрастом, а наоборот поддерживать те процессы, которые являются антиэйджен. Давайте следующий, Оль. Как наилучший способ готовиться к 10-километровому марафону опять от Олеси? Да, я обназначен. Это очень популярно и это очень хорошо. Участвовать в 10-километровом марафоне, это может быть очень полезным. Раз к нему надо подготовиться, значит, на время этой подготовки четко надо Олесе настроиться на интенсивную нагрузку, иначе этот марафон она не выиграет. Если она ставит целью его выиграть, если она ставит целью в нем участвовать, то лучше как бы комбинации интенсивной и умеренной. Если речь идет о реальном марафоне, который 42,2 километра, вернее, 42 километра, 250 метров, то, конечно, в нем уже трудно подготовиться к нему, не прибыгая к интенсивной нагрузке. И вот почему у марафонцев как раз вот это вот J-Shape, это вот то, что вот Дэвид Нейман и его лаборатория очень четко проследили. Вот это вот J-Shape феноменон, он четко, мы видим, что как вот частота острых респираторных заболеваний при высокоинтенсивной нагрузке возрастает от 2 до 8 раз, в то время как она при умеренной нагрузке снижается на 40-50%. Поэтому, безусловно, мы должны стремиться к умеренной и регулярной нагрузке. Олеся прошла 10-километровый марафон и вернулась к своей регулярной, которая его умеренной, которая ее поддерживает на необходимом уровне. Опять же, может быть, уровень ее тренированности совсем не соответствует уровню тому, кто в первый раз готовится. Может быть, для нее 10-километровый марафон, как для кого-то другого, это 150 метров быстрым шагом. Поэтому здесь нужно обязательно то, что мы говорили, тренированность учитывать. Это очень интересный слайд, мне он очень нравится. Здесь он показывает влияние высокоинтенсивной физической нагрузки на иммунно-эндокринную систему. Мы видим, что вот эта вот просто обычная ходьба, она уже значительно повышает, мы видим здесь, все показатели и показатели иммунной системы, которые связаны с активностью макрофагов и которые связаны с уровнем иммуноглобулина А в слюне. И все эти показатели, они четко улучшаются. И четко в то же самое время улучшаются эти показатели в той мере, в которой это необходимо. Что происходит при интенсивной? Мы видим обратную картину, что они работают против нашей иммунной системы, они ухудшают состояние. Мы видим, что увеличивается количество гранулоцитов. Мы видим, что здесь у нас резко снижается активность нейтрал киллос. И то есть это все то, которое необходимо для того, чтобы профилактировать процессы старения, процессы нарушений, которые возникают. В то же самое время мы видим, что те процессы, которые негативные, уровень цитокининов повышается, но он повышается несопоставимо по сравнению с теми, кто занимается у тех, которые… И это хорошо, что он повышается, потому что это как бы, опять же, нам необходимо повышение и провоспалительных, и антивоспалительных цитокининов. Мы видим, что соотношение между нейтрофилами и лейкоцитами тоже меняется. Но оно меняется незначительно, то есть это показывает повышенный уровень нейтрофилов, он является отражением воспалительных процессов. Да, эти процессы происходят, но они происходят, организм прекрасно с ними справится. В то время как при интенсивной оно идет на совершенно другой шкале. Понятно здесь? Да. Вот, мы уже подходим к заключению нашего семинара сегодняшнего. Значит, какие у нас есть методы улучшения эффективности занятий? Значит, нам необходимо несколько моментов всегда иметь в виду. Для того, чтобы улучшать эффективность, нам необходимо четко определить проставленные цели. Готовимся к 10-километровому марафону. Мы знаем, что здесь нам не обойтись без высокоинтенсивной нагрузки на период времени. Но затем мы вернемся к нашему обычному тренировочному режиму. Нам необходимо составить детальный план. Что не так, что вот человек никогда не тренировался, но решил, а ну-ка займусь я своим физическим развитием. Давай-ка я начну заниматься там тренировками. И пошел и стал заниматься аэробик экзасайзис или кардио, не будучи к этому готовым. Нет, он должен быть постепенным обязательно. Это детальный план, он должен обязательно это… И поэтому вот у нас в Холлспонте этому уделяется очень большое внимание, чтобы нагрузка постепенная, чтобы наши адаптационные возможности шли параллельно увеличивающейся нагрузкой. Необходимо корректировать эту нагрузку в зависимости от физиологического состояния. Если там у нас, если у человека есть какие-то отклонения, или если у человека, например, там какая-то стадия беременности, ему необходимо четко эту нагрузку изменить. Он не может заниматься точно так же, как он занимался до этого. И обязательно контролировать адекватность. Контроль является основополагающим. Перейдем к следующему слайду, Оль, посмотрим, в чем контроль заключается. Значит, контроль эффективности. Необходимо использовать специализированные методы. В нашем центре мы используем спериметрию. Это великолепная возможность абсолютно объективно оценить, как наша респираторная и, соответственно, сердечно-сосудистая система, потому что респираторная система и сердечно-сосудистая не взаимосвязаны, изменяется под влиянием занятий. Когда мы измеряем, скажем, forced vital capacity или forced expiratory volume in one second, вот эти параметры и их соотношение, мы видим, как у человека происходит динамика его адаптации к тем физическим нагрузкам. И мы можем немедленно это снивелировать. Ага, у вас никакого улучшения. У вас вот ваши базовые данные, это baseline информация, которая была. И вот сейчас у вас нет никакой динамики. Давайте-ка мы вам повысим физическую нагрузку. Или, например, мы видим, что человеку такая нагрузка уже может быть противопоказана, потому что, например, мы проверили у него там его давление, его там частоту пульса после тренировки, и она неадекватная, значит, нужно ему уменьшить ее. Мы обязательно используем индексы контроля веса и других метаболических параметров, потому что это обязательное условие. Мы хотим видеть, насколько основное направление мы хотим контролировать. Мы не ставим целью сбросить вес. Может быть, кому-то необходимо его набрать. И набрать вес точно так же можно через физические упражнения. Потому что то, что вот, я не помню, Олесе или спрашивали, скажем, диета, диета может нам позволить сбросить вес. Но этот сброс веса происходит за счет того, что на каждый килограмм сброшенного веса мы теряем примерно 250 или 300 грамм lean muscles, то есть наши мышечные массы, что мы совершенно не хотим. Мы хотим, чтобы это ухудшает нашу фигуру, и нам не нужен какой-то астеничный тип конституции. Поэтому мы хотим обязательно, чтобы при физической нагрузке мы теряем вес за счет потери висцерального жира и брюшного жира, которое именно обволакивает, скажем, диафрагму или другие органы брюшной полости. И в то же самое время мы не теряем мышечную массу. Мы обязательно используем клинические показатели, такие как артериальное, систолическое, диастолическое давление и пульсовое давление, и частоту пульса. Мы используем физиобракет, специально разработанную в нашем центре такую систему, систему, которая позволяет объективно оценить силу мышц, и чтобы мы увидели, насколько, опять же, наши цели являются достижимыми. Поэтому мы набираем baseline информацию, то есть перед занятиями, и затем мы проводим сравнительный анализ по результатам, как отражение уровня тренированности. И для этого мы используем регулярные reassessments, регулярные проверки для того, чтобы этот анализ, этот сравнительный анализ показателей проводился в регулярном режиме. Я старался максимально уложиться в час. Не знаю, удалось или нет. Нет. Я думаю, что не удалось, но мы же задавали вопросы, мы же общались. Да, мы общались до начала, ждали пока тех, кто опоздает. Поэтому я думаю, что, значит, да, если есть какие-то вопросы, мы можем сейчас о них поговорить, или поговорим о них как бы по имейлам или в других формах общения. Девочки, сейчас вы можете подключаться на видео, чтобы мы на вас полюбовались, посмотрели. Если стесняетесь, все-таки пишите, ну, или задавайте вопросы голосом. Женя, спасибо. Женя не стесняется, она всегда с нами. И я сейчас попрошу тогда Маргариту, наверное, да, если кому-то все-таки интересно про центр, в котором работает научным сотрудником Владимир. Я думаю, что тот, кто живет в Мельбурне, Олеся наша любимая, дорогая, к сожалению, в Мельбурне, когда-нибудь Костик к нам приедет, и мы вместе будем 15 тысяч шагов ходить. Но пока что Олеси пока нет, а мы здесь есть, и поэтому, в общем-то, нам хотелось бы узнать, где находится ваш центр. Маргарита, вы можете нам написать? Здравствуйте, Маргарита. Тоже спасибо, что вы видео подключились сейчас. Посмотреть друг на друга, да, в лицо узнать, познакомиться. Маргарита, мне сейчас просьба тогда, если все-таки вам несложно, напишите нам в чате, как найти вас, как найти Владимира для желающих все-таки присоединиться. Олеся, скажи, когда ты приедешь к нам в Мельбурне в гости? В Брисбоне есть центр? Вот вопрос на засыпку. Владимир, вы, наверное, только в Мельбурне, правильно вы находитесь? Надо же, вот как интересно. Не так давно с Маргаритой говорили об открытии филиала в Брисбоне. Почему, не знаю, но, может быть, это было тогда, когда Виктория отличалась вот этими очень сильными ограничениями, когда эти сплошные локдауны. Маргарита говорит, давай, может быть, еще теперь откроем в Брисбоне. Но пока эта идея остается идеей. Вот, видите, открывайте, у вас уже первый клиент есть. На самом деле, девчонки, ну вот действительно, когда человек горит своим делом, живет помощью… Только у меня очень, я прошу прощения, у меня очень плохо работает iPad почему-то. Давайте я тогда напишу, как адрес написать или контакты, как можно с вами связаться? Что лучше написать в чат? Да. Вы знаете, можно, да, можно адрес, можно контакт. Я могу сейчас написать его на e-mail вам, Оля, и вы тогда, может быть, сможете уже другим его отдать тоже. Давайте, может быть, тогда после того, как мы сейчас закончим с вами запись, я разошлю по e-mail и все контакты ваши по электронной почте вместе с записью. Потому что сегодня, к сожалению, я не знаю, что такое случилось. Отлично, да, спасибо. Потому что не все пришли, кто зарегистрировался. Но я думаю, что запись посмотрят все с удовольствием. Женя, ответил на те вопросы, которые были заданы? Или что-то осталось еще? Не совсем. Нет, просто у меня мама, она уже довольно взгляд. Ей было сказано, что, к сожалению, у нее был упадок, по-моему, в белых летах. Ей сказали, что ей нужно ходить. А она не хочет ходить, просто ленится. В общем, ну, там есть какие-то депрессивные моменты. Да, она... Ей нужно просто... Или, по крайней мере, улучшиться. Ходьба... Ну, да, да. Нужно бежать от инфаркта, а можно уходить от депрессии. А лучше бежать от депрессии, от обоих. А лучше не впадать в депрессию. Для этого просто нужно работать. 100%. Вот работая с Оливей, я думаю, трудно впадать в депрессию. Признать к нам на ретриты. Мы всех развеселим, поддержим. Мы не говорим... У нас есть правило, которое поддерживает наше ментальное здоровье. Мы не говорим никогда. На ретритах на три сложные темы. Они есть, но мы на них не говорим. Религия, пандемия, политика. И мы все здоровы. И, в общем, мы рады такому общению. Ну, да. На темы религии я люблю общаться. А вот другие по поводу политики и локдаунов... Бесконечные темы. Есть же масса других интересных, полезных тем, которые... Тем более, если у нас женские ретриты, это же просто бесконечно можно говорить. А, значит, я не говорил. Про природу. И что... И каждый... То есть у нас настолько тем. Как бы вот эти сложные темы. 100% более. Я это прекрасно понимаю. И очень хорошо, что вот эта вот система ретритов, она дает возможность отвлечься от домашних забот, сосредоточиться на том, о чем тема ретрита или направление является как бы заданным. И позволяет намного эффективнее. Там, может быть, даже не обязательно не уложился в час. Но ничего. Никто никуда не спешит. Олеся, Владимир находится у нас в Мельбурне. Олеся записала вас уже в Америку. Ну, хорошо. Друзья мои, похоже, что... Смотрите, у нас вроде как мы действительно много сегодня осветили. Мне кажется, что если нет вопросов, пишите по e-mail. Давайте сейчас у нас еще есть 5 минут. Круто, да. В Мельбурне. Вот. Но, в принципе, большой объем информации. И мне кажется, вы раскрыли очень так прям подробно, понятно. Хорошая тема. Вывод такой. Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. И умеренные нагрузки 3-5 раз в день. И 15 тысяч шагов в день. И мы все... Абсолютно. Может быть, я немножко старался как бы создать такое предвкушение следующих семинаров. Немножко остановился более подробно на вопросах там диеты и солнечной, и загара. Чтобы потом это не было неожиданностью. Но, может быть, немножко... Я увлекаюсь часто тем, что мне интересно. Но я думаю, что нам хватило времени рассмотреть то, что мы хотели по поводу физической нагрузки. Во-первых, значит, эта презентация будет для всех доступна. Если какие-то вопросы, я буду рад вернуться к каким-то тем аспектам, которые можно будет более подробно рассмотреть в частном порядке. Или, если есть, например, какой-то интерес из тех, что мы сейчас рассмотрели, вот по отдельным даже слайдам, чтобы сделать это темой, как я говорил, мини-семинара, ну, никакой проблемы нет. Можем прекрасно это сделать и обсудить это более подробно. Владимир, спасибо большое. Я тогда сейчас останавливаю запись. Значит, запись я обязательно пошлю по электронному адресу и так со всеми контактами Владимира. Спасибо большое. В принципе, хорошего вам вечера. Хорошего вам... Спасибо большое, Владимир. Очень рад был поотвече. Ментального здоровья, да. Ментального и физического... И физического здоровья. Сто процентов. Это основное, что мы должны. Кстати, почитайте несколько блогов, которые у нас недавно вышли. Они именно на это и направлены на нашем сайте. Прекрасно выглядите, Владимир. Я вам уже сказала, во время первого вебинара Владимир был у нас как Пушкин, потому что не было возможности. Да, я вам нужно было это оговорить, что мой салон был закрыт на протяжении нескольких месяцев. Да, я помню. Ну все, такие сложные времена прошли, поэтому сейчас мы действительно вышли в нормальный режим. Слава богу. В общем, все хорошо. Теперь живем, входим в нормальный, в свой рабочий стиль. Рабочий, да, рабочий режим. Спасибо. До встречи. До доброго. Хорошо, обязательно пришлю и название веб-сайта, и да-да-да, чтобы почитать. Все, девочки, дорогие мои, спасибо вам, что вы были с нами, что вы всегда поддерживаете наше начинание. И, ну, в общем, я рада. И постараемся все-таки встречаться почаще теперь уже и вживую на наших живых вебинарах. Кстати, я тоже озвучу у нас вебинары и про здоровье, и про творчество. Это ближайшая сессия у нас 8 мая полимерная глина, мы лепим руками, мы лепим красивую гордыню, цветочек. 15 мая гвоздестояние, кстати, тоже это энергия, это выход из зоны комфорта, кому интересно, расскажу. И 29 мая однодневный ретрит. К сожалению, пока что все это в Мельбурне, Олесенька, поэтому мы с тобой, дорогая, будем встречаться онлайн. Все, на этом со всеми прощаюсь. Все, постараюсь вам в ближайшее время завтра утром выслать по электронной почте. Спасибо, Оля. Спасибо. Все, всем пока-пока, хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok